Доброе утро, коллеги! С вами Исаков Роман и это ежедневный обзор основных инструментов валютных пар индексов на предстоящий день. 12 октября, четверг. И прежде чем мы перейдем к разбору текущей ситуации, я хочу сказать о том, что со следующей недели, с понедельника, стартует курс персональной инвестиции, трехдневный онлайн-курс, который будет проходить в понедельник, среду и пятницу в вечернее время, на котором мы уже более подробно познакомимся с тем подходом, который я применяю уже в рамках данного видеообзора. Здесь вы получите информацию в целом о трейдинге, о построении торговой системы, о техническом анализе, о фундаментальном анализе, в общем, все то, что необходимо для трейдера. Поэтому регистрируйтесь и увидимся на следующей неделе на данном онлайн-курсе. Ссылку с подробным описанием вы можете найти под этим видео. Ну а сейчас давайте посмотрим, что у нас происходит. Начнем, как всегда, с пары евро-доллар. Здесь мы видим продолжение восходящей тенденции, начало которой мы отмечали в начале этой торговой недели. Поэтому на текущий момент тенденция на укрепление сохраняется. Ближайшие цели по движению находятся в области 1.1968. Именно туда сейчас евро и стремится. Ближайший разворотный уровень располагается на минимальных значениях, которые мы видели вчера. Это отметка 1.1794. Уход ниже данных уровней, закрепление за ними может нас вернуть уже непосредственно к продажам по данному активу. Но на текущий момент покупки остаются в приоритете. Такая же ситуация с парой британский фунт, американский доллар. Тенденция на укрепление сохраняется. Начало ее мы также отмечаем с 9 октября. Сейчас ближайшая цель – это движение в область 1.3265, преодоление данной отметки и далее уже на 1.3418. Уход ниже минимумов, которые были зафиксированы вчера, вернет нас также к краткосрочным продажам по данному активу. И уже тенденция может быть скорректирована. Но на текущий момент покупки также остаются в приоритете. Пара американский доллар и японская иена продолжают свое нисходящее движение, начало которого мы отмечали с 10 октября. И вчера также были интересные уровни для входа на продажу вблизи максимальных значений вчерашней торговой сессии. И поэтому продажи на текущий момент остаются в приоритете. Ближайшие цели по движению – это область 111.51. В свою очередь, если пара уходит выше максимальных значений, которые мы видели вчера, это отметка 112.58, то в этом случае мы уже можем получить возврат к покупкам с целями движения в область 113.30. Цели по нисходящему движению – это область 111.51. Пара австралийский доллар и американский доллар продолжают укрепляться. Сегодня с утра мы уже видим уход выше максимальных значений, которые мы видели вчера. Это область 7808. И ближайшие цели по движению – это отметка 7868. Уход ниже минимальных значений, которые мы видели вчера, отметка 77.70 вернет нас к продажам по данному активу. Но пока покупки остаются в приоритете. Пара американский доллар и канадский доллар продолжают снижаться. Ближайшие цели по нисходящему движению – это область 1.24.32. После преодоления данных минимумов движемся в область 1.23.30. Уход выше максимальных значений вчерашней торговой сессии, отметка 1.25.30, может вернуть нас уже непосредственно к покупкам по данному активу. Пара евро-фунт продолжает торговаться в небольшом диапазоне. Вчера не смогли обновить максимальные значения, которые мы видели 6 октября. Поэтому на текущий момент тенденции на укрепление все же пока остаются в приоритете. И ближайшая цель – это уйти выше как раз максимальные значения в области 89.90 и далее двигаться уже на 90.09. Золото продолжает укрепляться. Сегодня с утра мы видим обновление уже максимальных значений, которые мы видели 11.10. Поэтому покупки остаются в приоритете. Цель движения – это область 1.312.00 за тройскую унцию. Уход ниже минимальных значений, которые были 11.10.10, то есть вчера отметка 1.284.00 за тройскую унцию, уже может нас вернуть также к продажам по данному активу. Нефть марки Brent продолжает на текущий момент укрепляться. Ближайшая цель по восходящему движению – это область 57.32. Закрепление за данным ценовым уровнем и далее уже можем двигаться на 50.49. Уход ниже минимумов, которые были вчера, 56.38 уровень, может вернуть нас уже непосредственно к продажам по данному активу. Среднесрочная продажа пока остается в приоритете, а краткосрочная тенденция укрепляется. По индексу DAX, опять же, существенно ничего не меняется в течение всей торговой недели. Ближайший уровень сопротивления, который индексу нужно преодолеть, это область 12.984. Фактически это область 13.000, круглое значение для индекса. И пока торгуемся вблизи данного значения. Покупки пока остаются в приоритете. Начало коррекционного движения мы с вами сможем отметить в том случае, если индекс уйдет ниже минимальных значений в области 12.920. Итак, коллеги, всем спасибо за внимание. С вами был Исаков Роман. Напоминаю, со следующей недели курс персональной инвестиции 3 дня. Все, что вы хотели знать о трейдинге, найти для себя дополнительную информацию, сформировать свою собственную торговую систему. Буду рад всех видеть, поэтому приглашаю. Всем желаю хорошего торгового дня и увидимся завтра. Всем спасибо и до свидания.